Друзья, всем большой привет, с вами Артур. Сегодня мы возвращаемся в игру в Тулу Врага 2 Штурм, это редактор. И у нас редкий случай, когда я делаю зарисовку по сценарию подписчика, ибо это, конечно, какая-то жесть, что мне предложил Евгений. Данная зарисовочка является вообще одной из самых сложных в технологическом плане, потому что здесь огромнейшее количество триггеров, вейпоинтов, даже вот я боюсь смотреть вот сюда, когда у нас всё это добро начинается. Ну, в общем-то, ребята, как вы понимаете, в зоне есть сталкеры. Сталкеры, ребята простые, собирают артефакты, пытаются их продать. Ну и, конечно же, есть в зоне барыги, которые не хотят по какой-то мелочи там заниматься, да, они хотят сразу всё и сразу кучу бабла. Вот он один из них, потрясающий Сидорович. И на границе зоны есть наши любимые военные, которые, сидя на окладе, кушая тушёночку, ребята, счастливым не будешь, и им тоже хочется как-то подзаработать. И Сидоровичу пришёл, пришла в голову гениальная идея. По зоне, как вы знаете, разбросана куча заброшенной техники. Он решил восстановить, но вместо топлива были здесь сделаны специальные контейнеры для артефактов. И, как вы понимаете, во всех этих шишигах находятся самые дорогущие артефакты. Ну и ушлые военные. Можно же ведь, ребята, заработать гораздо больше, чем сливаясь ГСМ со склада ГСМ. И под предлогом они решили вывезти эти шишиги из зоны. А дальше уже посмотрим, куда всё это добро пойдёт у нас. Давайте мы с вами начнём. Стартуем. Скоро к Сидоровичу приедут наши потрясающие украинские военные. И сделка века может состояться. Конечно же, всё это было оформлено прям очень-очень грамотно. Что якобы в зоне разведка военных нашла шишиги. А ввиду того, что в армии и так недостаток техники, чего бы их не восстановить. Да и тем более пригодятся. Поэтому решено было отправить туда специальный отряд. Который должен провести, точнее снизить уровень радиации. И дальше эти шишиги обязаны быть переправлены за кордон. И вот прибывает сюда уже наша первая БМПшка. С вояками. Приехали такие бравые хлопчики, ребятки. Конечно же, сейчас они будут договариваться. Напишите в комментариях, вот как вам кажется, сколько вообще стоят все эти шишиги. Стоимость их, как вы понимаете, вообще очень-очень большая. Потому что там собраны одни из самых дорогих артефактов. Которые только возможно найти. И Сидорович после этого, я думаю, будет просто в шоколаде. Конечно же, сюда приезжают дозиметристы. Войскар, ХБЗ. И сейчас будут приступать к осмотру машин. Дальше. Естественно, нам нужны с вами еще и водители. Потому что кто-то должен водить этими шишигами. И в дальнейшем будут переправлены они дальше за кордон. Сейчас, чем занимаются украинские военные, проверяют. Все осматривают. В том числе, другие специальные люди проверяют вообще, есть ли там артефакты. Не надул ли Сидорович. И сделка, скорее всего, состоится. Прибывает также особый БТР, БМПХ. Где-то у нас тут с вами еще и шишига, по идее, должна быть. Но чего-то я ее пока что не вижу, куда она у нас с вами делась. Она там у нас с вами не затерялась в случае. Нет, шишига есть. И, конечно же, прибывает сюда еще и наши потрясающие водители. Ну и сталкеры со своей стороны. Вы же понимаете, от вояк можно ждать вообще все, что угодно. Поэтому сюда приехала моталыга специальная. Приехали с... Моталыгу, правда, пока еще не видно. Здесь оказалась у нас моталыга. Приехал еще вдобавка всему и БТР. Вот она, наша потрясающая машинка. И все должно быть хорошо. И, конечно же, все было бы прям супер-пупер, если бы не одно но. Одним из дозиметристов оказался агент СБУ. Ну вот, когда мне Евгений рассказывал ту идею, я с этого прям в осадок выпал. Агент СБУ должен проверить, действительно ли там артефакты. И после этого доложить своему начальству о том, что здесь, ребята, прям какая-то дичь дичайшая будет происходить. И сейчас он проверяет абсолютно каждую машину, смотрит, действительно ли это так. И вот пытается перейти в БТР, якобы под предлогом, что там сообщить своим командирам. Он садится в БТР и должен отъехать, поскольку здесь вообще, ну, связи нет. И она не ловит. Но, я думаю, вы понимаете, что Сидорид, чувак, не глупый, не тупой. И сталкеры тоже уже терты и калачи. И вполне вероятно, что за ним, скорее всего, сейчас начнется погоня. Но этот парень уже успел маякнуть, что здесь что-то не так. И теперь начинается моя самая любимая фаза, друзья мои. Конечно же, сталкеры, прям в духе ковбойских экшенов, сейчас погонятся за этим БТРом. Сейчас мы с вами это сможем увидеть. Беттер пытается тут уехать. Да, вроде не вызывая подозрений, но все, команда ликвидации уже за ним выехала. И БТР-80 сейчас покажется на десятке, что ты, парень, был немножко неправ. Да, выходят у нас сталкеры. Расстреливается Беттер. И сейчас вся эта территория будет взята под прикрытие. В то же самое время мы с вами сейчас можем посмотреть. Выезжают шишиги, формируются походные колонны. Для того, чтобы, ну, потихонечку уже начинать переправлять артефакты. Потому что здесь задерживаться уже реально нельзя. Пора, ребята, пора отправляться в путь. И проходит определенное количество времени. По легенде, это вообще всю ночь произошло. Я просто забыл сменить погоду. Просто спецрейсом. Кто у нас, ребятки, самые высокомобильные войска? Кто может моментально быть переброжен из одной части страны в другой? Да, конечно же, десантники, в том числе украинские десантники, отправляются сейчас сюда. Для того, чтобы пресечь эту сделку, уже был сброшен украинский десант. Мы видим здесь с вами элиту вооруженных сил Украины. И они очень злы. Потому что, ну, не гоже так обманывать государство, молодые люди. И сейчас, естественно, эти парни попытаются перехватить данный караван с артефактами. В общем-то, украинский десант отправляется вперед. Да, ребята, у меня тут небольшой бак оказался. Придумайте. Возможно, кто-то тут у нас наступил в аномалию и получил дозу радиации. Ну, в общем, украинские десантники сейчас переходят через кордон и отправляются смотреть, что же там у нас такое происходит. Шишики, тем временем, готовы. Да, встали, ждут свою команду. У нас идут с вами сейчас тут финальные приготовления от Сидоровича. От Сидоровича. И вроде как все нормально. Тут еще какие-то там специальные у нас с вами балакания происходят. А в это самое время украинский десант подбирается сквозь лес, сквозь эту болотистую местность. Ребятки очень аккуратно идут. Потому что, вы понимаете, бойцы ни разу не были в зоне. Мало ли что там может у нас произойти. Ну и, конечно же, БМДшки пробегают вперед. Давайте мы с вами даже немножечко время ускорим. И, как вы понимаете, битва будет довольно жаркой. Сталкеры против ВДВ Украины. Так еще есть что самое забавное. По сути, армия Украины будет воевать сама против себя. Поскольку там эти коррупции... Ну, военные коррупционеры. Они, естественно, будут пытаться защитить. В которой они здесь собрались. Итак, первая БЭХа уже оказалась здесь. И начинается прям жара. Конечно же, я думаю, не ожидали, что настолько быстро, настолько репротивно сработает украинская армия, что уже здесь окажутся десантники. Казалось бы, все на мази. И подрывают просто-напросто шишики с артефактами. Притом еще непонятно. Я даже, к сожалению, движком-то у врага не могу вам показать, что здесь произойдет, когда артефакты взрываются. Но БЭХи продолжают свое движение вперед. И начинается прям жесткая такая схватка. Конечно же, здесь у нас есть и сталкеры, и опытные солдаты. И оставшиеся шишики и дозиметриста стоят у нас немножечко позади. Но БЭТР здесь расстрелял БМДшку вторую. И, похоже, у десантников есть определенные проблемы. С Маталыгой, в принципе, смогли справиться. Молодцы. БЭХу еще одну потеряли каким-то образом. Но она умудрилась слить 10 шишек. Огонь по пехоте! Какая у нас с вами ситуация получается? Одна БМДшка. Позади остаются десантники, которые не особо торопятся упасть в бой. И БМД сейчас выдвигается вперед для того, чтобы проверить, что там вообще у нас происходит. Ибо, ну вы сами видите лес. Сталкеры хорошо замаскированы. Военные тоже. И только дозиметристы в РХБЗ. Вообще там светятся, как фанера над Парижем. БМДшка продвигается вперед. Проверяет все, что тут у нас с вами есть. Ну а оставшиеся шишиги пока что оставляют покой. В идеале, конечно, если удастся захватить их и оставить их нетронутыми. Но неизвестно, получится или нет. Беттер тут у нас как-то очень странно оказался рядом с нефтяной вышкой. Какие-то у него тут большие неприятности. И одна только шишига смогла уехать, но была остановлена. Можно сказать, что украинские ВДВ провели действительно беспрецедентную операцию. Они смогли остановить вывоз опасных артефактов, ликвидировать коррумпированных военных, так еще и сталкеров нашинковать. Как пить дать, что называется. Поэтому элита украинских вооруженных сил показала себя с наилучшей стороны. Даже умудрились сохранить одну БМДшку. Но, к сожалению, ребята тоже не были готовы, что там окажется и Бэха, что там еще и сталкеры будут вооружены противотанковыми гранатометами. И в итоге оставшиеся украинские военные оказываются убитыми. Отступают они потихонечку и птуром просто в три березки, что называется, прилетает. Птурщик наш потрясающий. И Бэха показывает себя с наилучшей стороны. 1-0 пока что со стороны десантников. Но я вам могу сказать, что все здесь всегда абсолютно по-разному играется. Ну, вы мне, естественно, не поверите, потому что опять баланса нет, его баланса нет. У меня сначала вообще тут Т-55 стоял. Ну, я подумал, что, блин, как они откопают в зоне Т-55 или Т-62. Это, ребята, очень странно. Ну, что, давайте приступим к второму раунду, потому что... Ох, ты ж, блин, здесь вообще нет. Все-таки уничтожены были артефакты полностью. Видимо, случайно птур залетел в шишиге. Да, ребята. Сидорович сегодня остался без денежек, да и вообще без всего. Судя по всему, будут его сейчас искать по всей зоне для того, чтобы задержать. Эх, Сидорович, братец. Сегодня, к сожалению, не твой день. Ну, давайте еще раз мы с вами посмотрим. Мне просто всегда очень грустно вращаться с зарисовками. Ну, то есть, такую работу проделываешь большую. Там сидишь очень-очень долго и все это укладывается всего лишь навсего в 10 минут. Ай, ребята, ребята, ребята. Это, конечно же, всегда очень и очень печально. Но, тем не менее, я пока делал эту зарисовочку. Много чего нового изучил. Новые триггеры, новые задачи. Поэтому, конечно же, буду стараться применять их и в следующих зарисовочках. Там, в том числе, с темой предательства. Самый интересный триггер – это смена фракции игрока. То есть, он сначала тебе союзник, потом становится противником. И это очень-очень круто. Далее. Ну что, опять у нас тут с вами вся та же самая ситуация. Дозиметристы сюда прибывают, осматривают. Выходят у нас украинские водители. И все встает на круги своя. Также, друзья, напоминаю вам, что за зарисовочки я практически ничего не получаю. Ибо, как только я упоминаю там слово «взрыв», «война» или еще что-то. Или в названии, или в описании. Да даже еще, когда ролик не загружен, монетизация сразу же снимается. Поэтому, если вы хотите поддержать канал, хотите поддержать большее количество зарисовочек, то я оставляю ссылку на Donation Alerts для вас в описании под видео. Смотрите. Хотите – помогите. Не хотите – не помогайте. Без проблем. Ну что, снова у нас тут гениальная попытка побега. Вот это мой любимый момент такой. Типа, беспалевно я свалю на БТР отсюда. Да-да-да, брат. За тобой, конечно, сразу же карательный отряд выдвигается. Столкачи такие вылезают. Ну, сталкеры, кстати, здесь, ребята, запакованы. Путь здоров. Обратите внимание. Очень опытные бойцы. Это, конечно же, элита. Чуть не сказав вооруженных сил сталкерства. Ну, в общем, скоро сюда уже прибудут украинские десантники. Да, они такие на шухере. Они, естественно, очень сильно разъярены. Ну, и шишиги встают в походные колонны. А то, на такая удивительная вещь, что тут порой реально не понимаешь, что тут, куда тебе приходят. Ну, и шишиги с артефактами. Надо еще понимать, что вводить эту шишигу необходимо очень аккуратно. Артефакты нестабильны. Мало ли что произойдет. Даже боюсь представить, если, допустим, шишига там наедет в какую-нибудь аномалию. Ну, я думаю, ребятки, вы представляете, что будет происходить. То есть, а еще тут такие бэхи приезжают, да, турами разбрасываются и херачат по этим шишигам. Ну, что, блин, десантники. Наша стезя такая простая. Видишь, врага стреляют. Пофигу, что там дорогущие артефакты. Пофигу, что здесь вообще может там какая-то хрень лютая произойти. Нам главное, ребята, пострелять. Ну, что, подождем мы с вами. Прибытие десантосов. Десантосов. Кто-то из них, кстати, уже нормальный офицер. Тут решил разведку боем провести. Другой товарищ тоже где-то тут у нас в лесах шкерится. Слушайте, два офицера, что ли? Ну, парни вообще. Молодцы, красавчики. Просто супер. Давайте. Сейчас еще окажутся убитыми. Ладно, дальше кто у нас тут с вами выходит? Третий офицер. И, конечно же, БМДХа вторая сейчас потихонечку-потихонечку подходит. А здесь БЭХа наша почему-то... Почему-то вообще остановилась. Что-то она, похоже, там у нас немножко застряла. Давайте мы с вами ей поможем выбраться. Иначе у нас будет тут небольшой дисбаланс. Возвращаем ее на круги своя. И смотрим. Походная колонна у нас стоит. Сейчас, если мы выключим, можем посмотреть вообще, что чувствуют украинские десантники. Что они видят. Бац, парень. Внезапно такой оказывается у нас тут офицер. Ага, рядом со столкогчами. С медиками. Получает просто по лицу прикладом. Все, дружище. И тут украинские военные уже оказались предупреждены. То есть БЭХу куда-то не уводит. Понимает, что сейчас будет, скорее всего, какая-то дичь. Но БМДшка уже рядышком оказывается. Работает она БАП БМП. И да, 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 ребятки. Прошивает, не спасает броня БЭХи. Хорошо, что хотя бы ПТУРом сюда не влепили. Загорается у нас тут с вами еще и двигло. И шишики такие на шухере. Опа, опа, пацаны. Надо куда-то вообще отсюда смыться побыстрее. Но, конечно же, БМДшки этого не дадут. Хотя здесь БМД оказалась уничтоженной. Другая БМД сейчас подходит с другой стороны. Что у нас тут с вами получается? Шмаляет она ПТУРами. Шмаляет свои пушки. И выходит снова на эти шишики. Там надо действовать вообще очень аккуратно. Но это как лиса в курятнике, я вам могу сказать. Хорошо. БМДшка новая. Движется у нас потихонечку вперед. Шишики были остановлены. Дозимметристы тут у нас сидят. И офицеры где-то шкерятся, ныкаются. Пытаются не спрятаться. Не понимают вообще, что за хрень происходит. Какие-то артефакты. Какая-то зона. Какие-то аномалии. Жесть. Жесть, 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 ребята. Но БМД стоит. И попадает под перекрестный огонь. Маталлыга. Которую сейчас вообще стараются особо-то и не трогать. Потому что пес его знает, что тут у нас с вами произойдет. Хорошо. БМД в итоге встает. Все. Дозимметристы спокойненько стоят. Не рыпаются, не дергаются. Срано, что Сидорович тоже, судя по всему, не хочет оказывать сопротивление. Такой сидит себе смирненько. Что на него очень не похоже. Ну и снова у нас победа десантников. Никто кроме нас. Никто кроме них. Что называется. Двигло. Правда, Бэхи подожгли. Не знаю, сейчас будет у нас взрыв. Да, оказывается уничтоженным корпус. Но в итоге это потрясающая победа десанта. Друзья, с вами был Диодант. Если вам понравилось, обязательно поставьте лайк. Всем удачи и пока-пока.